Меня зовут Маша Дорьян. Я организовала секс-эд-курс сексуального образования в мышке для студентов. А также я учусь на психологическом факультете на третьем курсе. А еще не помогала в организации секс-просвета. Даже не одного, а не остальных секс-просветов. То есть я в курсе секс-президивной тусовки в Москве. Таня? Всем добрый вечер. Меня зовут Татьяна Ларкина. Я по образованию социолог. Сейчас я нахожусь без всякой аффилиации к ВУЗу и позиционирую себя как независимую исследовательницу. Также я являюсь участницей социологического клуба «Город». Меня также интересует тема гендерных исследований. И я неоднократно принимала участие в гендерном клубе Высшей школы экономики. Кстати, кто еще не знает, может подписаться на страницу. И там тоже иногда проходят мероприятия. Можно их в свободном доступе посещать. Какие правила игры мы хотим рассказать? Как вы будете вести с дискуссией? Я думаю, когда уже дискуссия начнется, тогда мы расскажем про правила дискуссии, чтобы было легко организовать этот формат. Но, учитывая наше количество, я не думаю, что у нас будут проблемы. Итак, начнем с секс-президивной тусовки. Сначала я расскажу о краткой истории, как же возникло секс-негативное движение феминизма. Это произошло во вторую волну феминизма. Первая волна феминизма характеризуется тем, что женщины наносят свои юридические, политические, экономические права. Вроде как они их достигли какого-то времени. Все, пожалуйста, вы можете выходить на рынок труда. Вы также можете принимать участие в политической деятельности вашей страны. Но все равно как-то не так клево жилось женщинам. И вопрос в том, почему это произошло. И во второй волне появляется идея о том, что это связано с доминирующей культурой в обществе, которую называют патриархат, где доминирующие положения занимают мужчины. И они также заявляют о том, как нужно себя вести, что хорошо, что плохо. Они все это определяют. И женщины из-за этого страдают. В том числе патриархат распространяется и на сексуальную сферу жизни. Мужчины решают о том, какой секс хороший, какой плохой и вообще, что можно понимать за нормальный секс. И тут как раз в 60-е годы образовывается освободительное движение женщин, который выступает против угнетения себя в сексуальной сфере. Поднимаются вопросы о том, об эксплуатации женщин в секс-индустрии, порнографии, проституции. Кроме того, секс-негативизм можно рассматривать как некоторую аналитическую оптику, через которую мы смотрим на окружающую нас действительность. Как уже было сказано, важным достижением являлось то, что обнаружился культурный порядок, в котором женщины занимают угнетенное положение. И также важен кредит, личное есть политическое. Если раньше можно было списать на какие-то происшествия в личной сфере, допустим, домашнее насилие, то говорят, это ваша личная проблема, это проблема конкретных отношений, но не целых. А секс-негативные феминистки позволяют увидеть в том, что происходят байки в целой системе. И обратите на это внимание. И как же я озвучила некоторые вещи, что предмет обсуждения секс-негативных феминисток это насилие, вопросы секс-индустрии, где происходит угнетение женщин, а также принудительная сексуальность, которая может негативным образом, не может рассказывать негативным образом на женщин. Их вынуждает, женщин вынуждает быть сексуальными привлекательными, тем самым удовлетворяя потребности мужчин. Через это происходит объективация женщин, а также, если говорить о том, как принудительная сексуальность встраивается в капиталистическое общество, то это невероятные траты женщин на поддержание привлекательного сексуального образа. Спасибо. Сейчас на позитивную сторону вопроса. Начало секс-позитивного движения в феминизме приобрело, когда стали очень активными антипорнографические выступления, антипорнографические парады, особенно в Америке. Феминистки секс-позитивные выступили против антипорнографического движения, потому что, с их точки зрения, это было тоже еще одним способом каким-то образом удержать женщин в каких-то рамках. Сейчас объясню, почему. Антипорнографические феминистки утверждали, что БДСН тоже плохо, что проявление себя как сексуальный субъект в любых возможных сценариях это тоже не очень хорошо, потому что порождает, опять же, стандартную патриархальную систему, где мужчина главный, а женщина подчиняющийся. Это очень легко можно проследить в таких стандартных БДСН играх. Но секс-позитивные феминистки утверждали, что это не так. Итак, если секс происходит по взаимному согласию между двумя или большим взрослыми людьми, то в этом нет никакой проблемы. Главное убрать объектность, прибавить к субъектности человеку в сексуальном взаимоотношении. Также очень большим и очень важным этапом в истории развития секс-позитивного подхода к феминизме были ей парады, которые начались в Америке, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Торонто и других городах Северной Америки. Потом они переключились и на Европу. Подключился и Лондон, Париж, Берлин и так далее. Почему это важно? ЛГБТ-комьюнити заявляет о себе как о сексуально активном... Нет, представители ЛГБТ-комьюнити говорят о себе как о сексуальных субъектах. И это очень важно. Это очень важно и для их идентичности, и для их образа жизни, и для их стиля жизни. Если мы исключаем такую возможность для людей, то таким образом выключаем их из какого-то большого социального разговора, что очень нехорошо. Положение секс-предитивного феминизма таковы. Секс-предитивный феминизм выступает против правильных стандартов. Вы наверняка слышали не раз это стереотипное представление о том, что женщина, которая имеет секс с многими партнерами, она шлюха. А мужчина, который имеет секс с многими партнершами или партнерами, он мачо, он молодец, он делает все как надо. Секс-предитивный феминизм выступает против такой стегнетизации, такого клими... 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 Спасибо большое. Кстати, этот феномен называется сладшейминг, но я полагаю, наша аудитория и так знает, что это такое. Другим положением секс-предитивного феминизма является утверждение «моё тело, моё дело». И пока соблюдается субъектность, пока соблюдается свобода изъявления самого человека по поводу того, как ему проявлять свою сексуальность, это кажется секс-предитивным феминисткам нормальным и даже хорошей практикой. Сексуальная ориентация, по мнению секс-предитивных феминисток, является очень важной частью идентичности и очень важной частью самой жизни каждого человека. И с закрыванием глаза на этот аспект жизни секс-предитивные феминистки не принимают. Они считают, что это неправильно исключать людей из общего существенного диалога только из-за того, что они проявляют себя как сексуальный успех. Предметы обсуждения секс-позитивного феминизма очень разнообразны. И сейчас я расскажу про основные положения, основные предметы обсуждения и что говорят феминистки секс-предитивные по каждому из этих богов. Первую картинку вы видите «Women's Empowerment». Это значит, что сексуальность и внешняя привлекательность секс-предитивные феминистки рассматривают как что-то, придающее силы, придающее уверенность в себе и в своих жизненных намерениях. Это, получается, некоторый ресурс, который дает нам силы проявлять себя как личность и как сильного человека. Также предметом обсуждения является БДСМ. Из секс-предитивных феминистки считают, что любое проявление сексуальности, в том числе и в контексте нетрадиционных, некондициональных актов, вполне нормальным. Секс-предитивные феминистки говорят о том, что любая сексуальная активность между взрослыми и людьми по взаимному согласию – это нормально, это хорошо. И БДСМ как раз об этом. Три постулата БДСМ – это «Safe, Safe, Concert Show». «Безопасно», «Разумно» и «По обоюдному согласию». Таким образом, мы видим БДСМ-культуру, очень вписывающуюся в контекст секс-позитивного воззрения на секс в целом. Секс-работа, в отличие от секс-негативных феминисток, секс-предитивные феминистки рассматривают секс-недрогустрию не как порабощающую и очень негативно влияющую на каждого из нас сферу жизни, а как свободный дубер. Таким образом, секс-работа для многих является способом самореализации и неплохим заработком для жизни. В секс-позитивных феминист много говорит про контрацепцию и про безопасный секс. Таким образом, то, что сейчас происходит в сфере сексуального образования, можно отнести к победам с секс-позитивным фигенизмом. Благодаря именно секс-позитивному движению, сексуальное образование обязательно в большинстве штатов в Соединенных Штатах Америки, в большинстве стран Европы и, надеюсь, когда-нибудь, может быть, выйдет в России. Потому что знание о безопасном, приятном и не влияющем на тебя негативном сексе и твоих возможностях проявления себя сексуально безопасно для самого же себя очень важно. Но это мое субъективное мнение. В следующем случае продолжим о предметах обсуждения секс-позитивных феминистов. Именно благодаря им во многом ЛГБТ-комьюнити имеет гласность. После восстаний в 69-м году в Соединенных Штатах Америки, именно благодаря секс-позитивным феминисткам, но и во многом благодаря секс-позитивным феминисткам, приобрела гласность тема сексуальной ориентации. И секс-позитивные феминистки утверждают, что, опять же, любые проявления себя сексуально – это хорошо. Только бы каждый человек выбирал это для себя сам, и ему бы это нравилось. Сейчас мы распространяем небольшой диалог между представителями каждого из направлений. Я буду отвечать адвокатам секс-негативного направления феминизма, а Маше – секс-позитивного. Посмотрим, что из этого получится. Это в некотором вводе реализации. Мы будем высказывать некоторые претензии друг к другу, которые могут предъявить каждую из представителей церкви и представителей этого течения. И начнем? Начнем, да. Вы секс-негативисты, просто ханжи. Вы не умеете наслаждаться жизнью. Вы постоянно обвиняете нас во всех грехах. Вы ханжи. Да камон. На самом деле, это не совсем так. Мы являемся этическими ханжами в том плане, что это позволяет защитить женщин от патриархата в какой-то степени. Поскольку мы живем в обществе, где мужчины определяют, что ок и что не ок, то наше моральное ханжи позволяет все-таки немножко отойти от давления мужчин. Окей, принято. Так, а вы секс-позитивные феминистки вообще поощряете объективацию? Мы не поощряем объективацию. На секундочку, мы очень за субъектность в сексе. Поэтому именно мы говорим про взаимное согласие и про то, что только взрослые люди могут давать согласие на секс. Мы за субъектность в сексе и за то, чтобы каждый проявлял себя сексуально, как ему это хочется, а не как ждет у него партнер. Не надо это. У меня есть еще одна претензия к вам. На самом деле, вы просто ненавидите секс. Вы просто не умеете наслаждаться. Ну, это неправда. Мы ненавидим тот секс, который причиняет боль женщинам. Вот и все. Ну, мы согласны с вами. На самом деле, у меня еще последняя претензия к вам есть, секс-позитивные феминистки. Вы любите любой секс. Мы любим не любой секс. Мы любим секс, который нравится всем участникам этого секса. И где каждый участник дает себе отчет в том, что он делает, и что это безопасно для него, и что это ему нравится. Только такой секс, мы любим. Ну, как направление. Спасибо большое за внимание. Таким образом, мы очень коротко и очень жарко показали основные претензии, которые имеют секс-негативные феминистки по отношению к секс-позитивным и наоборот. И еще некоторые стереотипы о как раз этих двух направлениях. Продолжим мы лекцию. Кстати, я хотела бы попросить вас, если у вас возникают вопросы по ходу лекции или комментарии, какое-то желание высказаться с танцевателем, что бы то ни было, пожалуйста, делайте это. Любое проверение себя в этом. А сейчас я, как будущий психолог, расскажу, каким образом объективация влияет на психику человека. Мы затронули в нашей сценке вопрос объективации и субъектности в сексуальном проявлении. И это действительно очень важный вопрос. На самом деле, сексуальная объективация, которая определяется как, чтобы не перепутать ни одно слово, тело или его часть отстранены от восприятия всего человека и воспринимается в первую очередь как объект, выполняющий определенную функцию. Это про объективацию в ее классическом понимании. И на самом деле не так страшна сама сексуальная объективация, как самообъективация. Самая объективация – это интернализированное, или по-другому можно сказать, впитанное из социума ощущение, что ты обязан быть сексуальным. Это чаще и больше касается женщин, поэтому буду говорить от лица женщин и о женщинах, чтобы это было более репрезентативно. Женщина, которая сама себя объективирует, чувствует свою обязанность быть сексуальной, быть молодой и выглядеть привлекательно. Из-за этого происходит очень много конструктов, которые связаны с этим ощущением, что ты что-то кому-то обязан. Первое – это постоянная тревога за то, как ты выглядишь. Вы наверняка не раз видели девушек, которые смотрятся в зеркало при каждой возможности. При каждой возможности посмотреть, все ли в порядке она это делает, потому что это вызвано психологической необходимостью снизить тревогу. Второй конструкт – это самомотивация. И здесь не все так понятно, каким образом работает. Ощущение потока женщине сложнее почувствовать. Ощущение гипермотивированности гораздо сложнее почувствовать именно из-за постоянного ощущения, что ты должен следить за своими телесными проявлениями. То есть вместо того, чтобы отдаться работе, отдаться какому-то делу, ты думаешь, как ты выглядишь, и помада не смазалась. Третье – это интернализированная, опять же, некоторая тревога о том, правильно ли ты все делаешь. Например, наверняка вам известен такой стереотип о том, что девушка не должна быть слишком активна во взаимоотношениях с молодым человеком, чтобы он не посчитал ее распутной. И внутренняя тревога еще возникает по этому поводу, а не слишком ли я давлю, а не слишком ли я активна, не слишком ли я проявляю активность. Четвертый конструкт, который связан с самообъективацией – это стыд по поводу своего тела. Наше тело никогда не может соответствовать полностью стереотипным представлениям об идеальном теле. Все эти модели 90-60 на 90 нереалистичны и недостижимы. И женщины, которые… Женщины просто в большей степени, которые имеют высокий уровень самообъективации, имеют также высокие показатели по стыду относительно своего тела и того, как они выглядят. Также связаны с этим конструктом самообъективации и тревогой по поводу своей безопасности. Девушка, которая осознает себя привлекательной, может действительно бояться ходить вечером домой, именно потому что она понимает, что в культуре изнасилования, в той культуре, которая поощряет силовое воздействие в сексуальной сфере, она вполне может испытывать тревогу за свою безопасность, в том числе физическую. Все эти прекрасные, в кавычках, естественные конструкты приводят к трём основным психологическим последствиям. И это расстройство пищевого поведения, депрессия и сексуальная дисфункция, которая проявляется в анаргазме, анаргазме, и в отсутствии желания или в других проблемах, которые переходят из психологического зачастую в органические изменения, таким образом влияя на здоровье не только психологическое, но и физиологическое человека. Таким образом, мы приходим к выводу, что объективация приводит к огромному количеству негативных последствий для психики человека. Этим слайдером хотелось бы продолжить тему нашей дискуссии. Получается так, что внутри феминистического общества происходит раздробление. И секс-негативные феминистские, секс-позитивные феминистские могут недопонимать друг друга. И единственный способ это прояснить, просто поговорить, задать друг другу вопросы, чтобы прояснить свои позиции. И благодаря коммуникации мы можем найти очень много общих точек прикосновения, а не делать какие-то поспешные выводы. Можно проиллюстрировать эту примеру, который не здесь находится, на слайде, а который предлагает Тейфорта Гирц, это антрополог. Пример его связан с подмигием. С подмигием. Подмигием. Если подмигием. Да, спасибо. Если мы видим, что какой-то человек резко смыкает одного века, что мы можем подумать. Кто-то придумает свою интерпретацию, скажет, он меня подмигиевает, он наверняка запал на меня. Либо, а вдруг у него просто нервный тик. Кто-то третий может предложить свою версию, саренка в глаз попал. Можно найти четвертую версию, что подмигивает не мне, а тому, кто стоит сзади меня. И множество других примеров. Единственный способ понять, а что же здесь сейчас произошло, это спросить человека, а почему ты смыкаешь века? Я тебе нравлюсь или саренка в глаз попала? И человек как раз может объяснить, какой смысл он вкладывает в это действие. Таким же образом можно и взаимодействовать феминистками между собой, которые являются приверженцами различных течений, для того, чтобы понять друг друга лучше и сплотиться против борьбы с угнетением на разных уровнях. Также этот слайд может проиллюстрировать такое положение, когда мы из центра взяли, что секс-негативные феминистки могут проявлять претензию секс-позитивного в том, что они любят любой секс. А сами негативные феминистки думают о том, что... Это представление о том, что они думают, что любой секс – это плохо. Но на самом деле, если мы поговорим с друг другом, то поймем, что секс-негативные феминистки борются со всей системой, но задавая вопросы, мы спускаемся на индивидуальный уровень, чтобы понять опыт каждого человека и увидим, что они отбывают все-таки какие-то хорошие моменты. Но чтобы это понять, нужно просто пообщаться. Да, в итоге хотелось бы поставить такую точку в нашей лекции, сказать о том, что секс-позитивные феминистки не борются с секс-негативными феминистками. Секс-негативные не борются с секс-позитивными. На самом деле, мы все боремся с одним и тем же, но просто на разных уровнях, на разных сферах. Секс-позитивные феминистки борются с системой сексуального принуждения женщин, с системой, где женщины не должны проявлять себя как сексуальный субъект. В то время, как секс-негативные феминистки борются с системой... Ты секс-негативные феминистки сегодня у нас, поэтому... Отвечай, с чем вы боретесь? Мы боремся с патриархатом. Мы верим в то, что существует доминирующий культурный порядок, который заставляет страдать женщин и тех мужчин, которые не соответствуют гегемонам маскулинности. Мы обнаруживаем баги в системе и пытаемся бороться с ними. То есть нас интересует системный структурный уровень. Мы, по большей части, переходим на индивидуальные. Спасибо за внимание. На этом реакция заканчивается.